Ну, ребят, нашел рассказ у Бунина, четвертый по счету в серии «Темные аллеи». Тут целый состав преступления. А дело, в общем, было так. Перед вечером по дороге в Чернь молодого купца Красильщикова захватил ливень с грозой. Он в чуйке с поднятым воротом и глубоко надвинутом картузе, с которого текло струями, шибко ехал на беговых дрожках, сидя верхом возле самого щитка. Крепко упершись ногами в высоких сапогах в переднюю ось, дергая мокрыми и застывшими руками мокрые и скользкие ременные вожжи, торопя и без того резвую лошадь. Слева от него, возле переднего колеса, крутившегося в целом фонтане жидкой грязи, ровно бежал, длинно высунув язык, коричневый понтер. Сперва Красильщиков гнал по черноземной колее вдоль шоссе, а потом, когда она превратилась в плошной серый поток с пузырями, свернул на шоссе, задребезжал по его мелкому щебню. Ни окрестных полей, ни неба уже давно не было видно за этим потопом, пахнущим огуречной свежестью и фосфором. Перед глазами то и дело, точно знамение конца мира, ослепляющим рубиновым огнем, извилисто жгла сверху вниз по великой стене туч, резкая ветвистая молния. А над головой с треском летел шипящий хвост, разрывавшийся вслед за тем, необыкновенными по своей сокрушающей силе ударами. Лошадь каждый раз дергалась от них вперед, прижимая уши. Собака шла уже скоком. Красильщиков рос и учился в Москве. Кончил там университет, но когда приезжал летом в свою тульскую усадьбу, похожую на богатую дачу, любил чувствовать себя помещиком-купцом, вышедшим из мужиков. Пил лафит и курил из золотого портсигара, а носил смазные сапоги, косоворотку и поддевку. Гордился своей русской статью, и теперь в ливне и грохоте, чувствуя, как у него холодно льет с козырька и носа, полон был энергичного удовольствия деревенской жизни. В это лето он часто вспоминал лето в прошлом году, когда он из-за связи с одной известной актрисой промучился в Москве до самого июля, до отъезда ее в Кисловодск. Безделье, жара, горячая вонь и зеленый дым от пылающего в железных чанах асфальта в развороченных улицах. Завтраки в Троицком, низке с актерами Малого театра, также собиравшимся на Кавказ. Потом сиденья в кофейне Трамбле, вечером ожидания ее у себя в квартире с мебелью в чехлах, с люстрами и картинами в кисее, с запахом нафталина. Летние московские вечера бесконечны, темнеет только к одиннадцати, и вот ждешь и ждешь, а ее все нет. Потом, наконец, звонок, и она во всей своей летней нарядности и ее задыхающийся голос «Прости, пожалуйста!» Весь день пластом лежала от головной боли, совсем завяла твоя чайная роза, так спешила, что взяла лихача, и голодна ужасно. Когда ливень и сотрясающиеся перекаты грома стали стихать, отходить, и кругом стало проясняться, впереди, влево от шоссе, показался знакомый постоялый двор стариков-довца, мещинина Пронина. До города оставалось еще двадцать верст, надо перегодить, подумал Красильчиков. Лошадь вся в мыле, еще неизвестно, что будет опять, лишь какая чернота в ту сторону, и все еще загорается. На переезде к постоялому двору он на рысях свернул и осадил возле деревянного крыльца. «Дед!» — громко крикнул он. «Давай принимай гостей!» Но окна в бревенчатом доме под железной ржавой крышей были темны. На крик никто не отозвался. Красильчиков замотал на щиток вожжи, поднялся на крыльцо вслед за вскочившей туда грязной и мокрой собакой, ведь у нее был бешеный, глаза блестели ярко и бессмысленно. Сдвинул с потного лба картуз, снял отяжелевшую от воды чуйку, кинул ее на перила крыльца и, оставшись в одной поддевке с ременным поясом в серебряном наборе, вытер пестрое от грязных брызг лицо и стал чищать кнутовищем грязь с голенищ. Дверь всемцы была отворена, но чувствовалось, что дом пуст. «Верно, скотину убирают», — подумал он. И, разогнувшись, посмотрел в поле, не ехать ли ему дальше. Вечерний воздух был неподвижен и сыр, и с разных сторон бодро били вдали перепела в отягченных влагой хлебах. Дождь перестал, но надвигалась ночь, небо и земля угрюбо темнели. За шоссе на низкой чернильной грядой леса еще гуще и мрачнее чернила туча. Широко и зловеще вспыхивало красное пламя, и Красильщиков шагнул в сенцы, нашарив в темноте дверь в горницу. Но горница была темна и тиха, только где-то постукивали рублевые часы на стене. Он хлопнул дверью, повернул налево, нашарил и отворил другую в избу. Опять никого. Одни мухи, сонные недовольны, загудели в жаркой темноте на потолке. «Как подохли!» — вслух сказал он. И тотчас услыхал скорый и певучий, полудетский голос соскользнувший в темноте снар степы, дочери хозяина. «Это вы, Василий Алексеевич? Я тут одна». Стрепуха поругалась с Палашей и ушла домой, а папа взяли работника и уехали по делу в город. Вряд ли вернутся-то нынче. Напугалась от грозы до смерти. Тут слышу, кто это подъехал. Еще пуще испугалась. «Здрасте и извините меня, пожалуйста». Красильщиков чиркнул спичкой, осветил ее черные глаза и смуглая личика. «Здравствуй, дурочка. Я же тоже еду в город. Да видишь, что делается. Заехал переждать. Ты, значит, думал, разбойники подъехали». Спичка стала догорать, но еще видно было это смущенно улыбающийся личико, коралловое журелье на шейке, маленькие груди под желтеньким ситцевым платьем. Она была чуть не вдвое меньше его ростом и казалась совсем девочкой. «Я сейчас лампу зажгу», поспешно заговорила она, смутясь еще больше от зоркого взгляда Красильщикова и кинулась к лампочке под столом. «Вас сам Бог послал, что бы я тут делала одна?» певучи говорила она, поднявшись на цыпочки и неловко вытягивая из зубчатой решетки лампочки из ее жестенного кружка стекло. Красильщиков зажег другую спичку, глядя на ее вытянувшуюся, выизогнувшуюся фигурку. «Погоди-ка ты, не надо», вдруг сказал он, бросая спичку и взяв ее за талию. «Постой, повернись на минутку ко мне». Она со страхом глянула на нее через плечо, уронила руки и повернулась. Он притянул ее к себе. Она не вырвалась, только дико и удивленно откинула голову назад. Он сверху прямо и твердо заглянул сквозь сумрак, в глаза ей засмеялся. «Ты еще пуще испужалась!» «Василий Алексеевич!» пробормотала она умоляюще и потянулась из его рук. «Погоди, разве я тебе не нравлюсь?» «Я знаю, всегда рада, когда я заезжаю». «Лучше вас нет на свете», выговорила она тихо и горячо. «Ну вот, видишь». Он длительно поцеловал ее в губы и руки скользнули ниже. «Василий Алексеевич, из-за Христа! Вы забыли, ваша лошадь-то так осталась под крыльцом! Папаша заедут! Не надо!» Через полчаса он вышел из избы, отвел лошадь во двор, поставил ее под навес, снял с нее уздечку, задал ей мокрой, накошенной травы из телеги, стоявшей посреди двора, и вернулся, глядя на спокойные звезды в расчистившемся небе. В жаркую темноту тихой избы все еще заглядывали с разных сторон слабые и далекие зорницы. Она лежала на нарах, вся сжавшись, уткнув голову в грудь, горячо наплакавшись от ужаса, восторгой внезапности того, что случилось. Он поцеловал ее мокрую, соленую от слез щеку, лег на взничь и положил голову к себе на плечо, правой рукой держа папиросу. Она лежала смирно и молча, а он, куря ласково и рассеянно, приглаживал левой рукой ее волосы, щекотавшие ему подбородок. Потом она сразу заснула. Он лежал, глядя в темноту, и самодовольно усмехался. Папаша в город уехали. Вот тебе и уехали, папаша. Скверно, конечно. Дед все сразу поймет. Такой сухенький и быстрый старичок серенькой поддевочки. Борода белоснежная, а густые брови еще совсем черные. Взгляд необыкновенно живой. Говорит, когда пьян без умолку, а видит все насквозь. Он без сна лежал до того часа, когда темнота избы стала слабо светлеть посредине, между потолком и полом. Повернув голову, он видел зеленовато-белеющий за окнами восток и уже различал в сумраке и угла над столом большой образ угодника в церковном облачении. В его поднятую благословляющую руку и непреклонно грозный взгляд. Он посмотрел на нее, лежит все так же свернувшись, поджав ноги, все забыло во сне. Милая и жалкая девочка. Когда в небе стало совсем светло и петух на разные голоса стал орать за стеной, он сделал движение подняться. Она вскочила и, полусидя боком, с расстегнутой грудью, со спутанными волосами, уставилась на него ничего не понимающим взглядом. — Степанида, — сказал он осторожно, — меня пора. — Уже едете, — прошептала она бессмысленно. И вдруг пришла в себя и крест-накрест ударила себя в грудь руками. — Куда же вы едете? Да как же я теперь буду без вас? — А что же мне теперь делать? — Степанида, — я опять скоро приеду. — Да ведь папаша будут дома, как же я вас увижу. Я бы в лес за шоссе пришла. Да как же мне отлучиться-то из дому? Он, стиснув зубы, опрокинул ее на взничь. Она широко разбросила руки, воскликнула в сладком, как бы присмертном отчаянии. Ах! А потом он стоял перед нарами, уже в поддевке и в картузе, с кнутом в руке, спиной к окнам, к густому блеску только что показавшегося солнца. А она стояла на нарах на коленях и, рыдая по-детски, некрасиво раскрывая рот, отрывисто выговаривала. — Василий Алексеевич, заради Христа, заради самого Царя Небесного, возьмите же меня замуж. Я же вам самый последний рабой буду, у порога буду спать. Возьмите только. Я бы так вам ушла. Да кто же меня пустит, Василий Алексеевич? — Да замолчи строго, сказал Красильчиков. — На днях приеду к твоему отцу, скажу, что женюсь на тебе, слышала? Она села на ноги, сразу оборвав рыдание, тупо раскрыла мокрые лучистые глаза и спросила, правда? — Конечно, правда, сказал Красильчиков. — Мне на крещение у шестнадцати пошел, поспешно сказала она. — Ну вот, значит, через полгода и венчаться можно, сказал Красильчиков. А воротясь домой, он тотчас же стал собираться и к вечеру уехал на тройке на железную дорогу, а через два дня он был уже в Кисловодске. Продолжение следует...